Как носить катану Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как носить катану. В первую очередь нужно понимать, что меч носили воины, самураи. Следовательно, самураи использовали при ношении меча ту одежду, которую носили сами. Например, хакама, которая традиционно является самурайским видом одежды, самурайские штаны, повлияла на способ ношения меча. Традиционно японский меч носится таким образом. Он продевается через пояс, на который одета хакама. И таким образом держится плотно. Немножечко придавливаясь телом воина к поясу, образуется плотная связь. Рукоятка меча при этом оказывается передо мной, и я могу отслеживать свой меч. Я могу при случае управлять своим мечом. Однако, если вы знакомились с этим вопросом по книгам или в интернете, то наверняка встречали несколько способов ношения меча. С чем это связано? По моему мнению, это связано с физиологическими особенностями каждого человека индивидуально. Например, тот способ, который я показал, мне не очень подходит. У меня низкая талия, и если я ношу меч таким образом, то он попадает мне на кость моего таза. Это очень неудобно и неприятно. И это лишает ножниц мобильности. Поэтому я, например, ношу меч таким образом. Такой способ тоже есть. Когда меч получается ниже моей тазовой кости, и я могу легко управлять ножнами, легко извлекать и вставлять меч. Есть также такой способ. Когда я продеваю ножны через пояс, не задействуя хакама. В этом случае он оказывается как бы сбоку от меня. И, конечно, это также влияет на технику. Плюсы в том, что он очень плотно зафиксирован, не уезжает назад, не уезжает вперед. Я всегда знаю, что он здесь. Я знаю, что мой меч здесь, я могу что-то делать. Ну и минусы свои тоже есть. Как у каждого другого способа. Также есть и аидо, корю, традиционный японский будо, в которых люди не носят хакама. Они занимаются в кимоно или в юката. Они носят широкий пояс. И способ ношения меча в этом случае меняется. Потому что меч свободно может двигаться вдоль всего пояса. В зависимости... Это нужно учитывать. В зависимости от того, каким стилем вы занимаетесь, какую одежду носите, такой будет ваша техника. И новички, люди, которые только начинают заниматься бату и аидо, как правило, не носят хакама. Если это, например, в клубах айкидо, или потому что в айкидо не принято носить хакама до какого-то уровня. Если это клуб и айкидо, то он с самого начала носит хакама, и с этим все в порядке. Но люди, которые не носят хакама, они, к сожалению, с самого начала могут неправильно начать делать технику. Им придется исправлять себя. Поэтому я бы рекомендовал носить хакама с самого начала практики, бату дзюцу или айкидо, чтобы не допускать ошибок, которые потом придется исправлять. Ношение мяча очень индивидуально. Я думаю, что вам нужно найти свой способ. Потому что если какой-то способ вы принимаете просто так, не учитывая свои особенности физиологические, то это может повлиять на вашу технику отрицательно. И вместо того, чтобы чему-то научиться, получать какую-то радость от занятий, вы будете все время терпеть неудобства. И пытаясь их перетерпеть, вы в итоге перестанете любить то, чем занимаетесь. Спасибо. Айкин Куден. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok